В Крыму достаточно много небольших и скромных мест, но зачастую в них скрываются такие фишечки, о которых точно стоит рассказать. И сегодня одно из таких мест – Арпад, или в современной интерпретации – Зеленогорье. Сегодня мы посетим удивительный и первый в России музей языков мира. Поднимемся по живописному ущелью к чистейшему водопаду и полетаем над горным озером с изумрудным цветом. Но начать хотелось бы непосредственно с краткого знакомства с самим поселком. Находится село на южном берегу Крыма, территориально между Судаком и Алуштой. До 1945 года этот поселок носил название Арпад. Что означает это слово? Однозначно сказать сложно, так как одни переводят типа «зерно» и «ячмень», а другие – «похищать», «хватать». Первые упоминания о поселке встречаются уже начиная с 1381 года. Но, судя по всему, жизнь здесь зародилась гораздо раньше. Какой житель? Нет, мы здесь с 1986 года живем. А откуда приехали? С Красноярска. С Красноярска? Ну, прижились? Ну, прижились. Не жарко? Жарко. Сколько примерно населения какое? Человек 250, наверное, там. Да? Ну, плюс-минус. Основных занятий, дающих хоть какой-то доход, для маломальского существования, немного. За счет чего вот народ живет? Ну, виноградная бригада. Потом в пансионате работает вот там. А третий в летний сезон занимаются продажей выращенной в огороде продукции. А кто там? Кто пенсионеры, кто что летом? Вот туризм. Вот гостиничек построили, зеленый туризм. Приезжают, да, люди? Приезжают люди. Ну, нравится здесь воздух чистый, фрукты, овощи, экология. А мы движемся далее. Пойдемте в гости к языкам. Они собрались тут со всего мира. Вы в курсе, что население Земли для общения использует более 7 тысяч языков? Интересно, каких? Пойдемте посмотрим. В Зеленогории проживает Евгений Гаврилов, организатор музея. Тут представлены, внимание, письменности разных времен и культур. Люди в любых условиях проявляли смекалку, чтобы донести информацию не только звуком, но и письмом, используя для этого камни, бересту, узелки и прочие нехитрые способы. Сейчас музей для массового посещения временно закрыт, так как идут обновления и дополнения новых экспозиций. Но уже скоро двери этого действительно потрясающего и, между прочим, первого в России в этом направлении музея распахнутся для всех желающих, кто жаждет интересных и редких знаний. И следующая наша цель – озеро. Это удивительное озеро на самом деле является искусственно созданным водоемом для использования в качестве накопителя воды и дальнейшего полива виноградных угодий, которых тут, как и по всему Крыму, достаточно много. Самое лучшее время для посещения этого места, безусловно, май. Так как, во-первых, это уже зелено, во-вторых, это тепло, а в-третьих, более полноводно, нежели сейчас в зимний период. Его размеры по-разному отличаются в зависимости от сезона. Максимальный уровень воды, как правило, бывает в конце весны, а летом оно милеет, но полностью не пересыхает. Вода в водоеме, безусловно, имеет необычный цвет, который на фото и видео выглядит настолько изумрудным, что поток желающих его запечатлеть вряд ли когда-нибудь иссякнет. Сюда можно приехать на несколько дней и отдохнуть в полной нирване. А если вы любитель дикого туризма, то фантастических мест для парковки палат найдется немало. Но и жаждущие комфорта не останутся без крыши над головой. И так как зеленый туризм набирает обороты, то, соответственно, появляются предложения от мини-гостиниц с достойным сервисом и за вполне разумные деньги. А сколько идти до душа? До какого душа? Ну, вот этот водопад ваш душ называет, да? Не знаю, что ты первый раз слышал. Ну, там недалеко. Ну, там недалеко, уверяла добрая местная бабулька. И, как оказалось, она была права. Действительно, весь путь от села к водопаду, в принципе, можно пройти минут за 40. Но по факту та атмосфера, которая царит на всем протяжении пути по ущелью, не располагает к быстрому темпу передвижения. По крайней мере, если вы оказались тут в первый раз. Видно, что вода в этих местах не первую сотню лет точит камень. Поэтому здесь всюду можно встретить углубления, напоминающие собой формы разнообразных ванн и эксклюзивных джакузи. А в летнее время с удовольствием в них освежиться, что, собственно, очень даже широко практикуется. Переплетение каскадов, извилистые пороги, примыкающие со всех сторон ручейки еще не до конца растаявшего снега, все это заточено в скальные стены, свисающие над головой практически на всем протяжении маршрута. А вот и сам водопад. С таким грустным потоком он действительно больше напоминает душ. Примерно такой напор воды свойственен в каждой ванне каждого крымчанина. Но это лучше, чем ничего. Зато виды тут просто огонь. Кстати, здесь уместно применить выражение, когда говорят «время остановилось». Весь черепашечий спринт в круг занял порядка трех часов, но по ощущению и восприятию времени была полная уверенность, что прошло не более часа. Имейте это в виду, собираясь в эти края. Итак, что мы имеем? Чистейший горный воздух, замечательные родники и впечатляющие ущелья с горной рекой, а также популярный изумруд и пусть небольшое, но тихое, с удивительными людьми, окруженное со всех сторон неповторимой красотой, обязательное к посещению места на карте Крыма. Ура! Субтитры подогнал «Симон»